26 мая состоялся брифинг заместителя начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Виталия Зарубина. Спикер ведомства рассказал о последствиях обстрела в территории республики со стороны Вооруженных сил Украины. В следствии обстрела получили ранения 10 человек. Это 6 человек возле автостанции Трудовский и Петровского района города Донецка и по одному человеку травмировано в селе Коминтерно-Назовского района, поселке Яковлевка и Спартак и Синоватского района и поселке Гольма города Годовка. Зафиксированы разрушения и повреждения 17 частных жилых домов, 9-ти этажных домов, двух газопроводов, четырех высоковольтных линий электропередач. Также повреждены здания шахты Бутовская и кафе Водопада в Синоватском районе, производственный цех в Киевском районе города Донецка и гаражи в кооперативной поселке Гольма города Годовка. Зарубин добавил, что за неделю также было обследовано более 260 гектаров различных территорий и более 15 километров автодорог. По его словам, сотрудники МЧС республики регулярно проводят мероприятия по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Среди них часто встречаются мины, неразорвавшиеся снаряды и другие боеприпасы.